Нигма играли против RNG. Наверное, да. Скажи, зачем Сларк это у них появился, потому что... Неужели хотят играть в лейд? Ну, во-первых, Сларк — это один из лучших героев против Абаддона на линии. То есть с Ченом они его просто нигилируют. Но сейчас Абаддон уходит на пятерку, и Некровус приходит к Сларку и говорит «здорово». И тем не менее, у Сларка всё будет комфортно по игре вместе с Ченом. Это достаточно крепко. Я бы не сказал, что пока GeekFam испытывают какие-то проблемы конкретно на линиях. Если у нас Абаддон именно пятерка, окей. Я думаю, что пятерка, Некровус, оффлейн. Майнд Контролл играл много раз, имеет опыт, опять же, Миракл на ПЛ. Но я бы сказал, заранее до ласт-драфта, даже если там какой-то хуск, что-то такое необычное появится, 1-0 за Нигмой. Вот заранее. То есть сейчас их драфт выглядит хорошо, потому что теперь ты со Сларком не можешь задушить. Да, то есть теперь у тебя нет героя, который бы там рт-мэш давал раны, нет героя, который бы по файту тебя раны бы разносил, то есть подключался бы. Нужно думать насчёт мидера, кто у нас может победиться. Но против ФБРки не так много героев, опять же, то есть тут тоже довольно неприятный персонаж. Так, я не увидел, что они последнее забанили, Нигма. Пока Эмбер неплохо смотрится, из-за того, что я вижу, Эмбер действительно неплохо смотрится, чтобы залететь здесь. СФ у нас в бане, Шторм Спирит ещё тоже неплохо. Очень тяжело играть. Нет, не тяжело, там ни один герой его не ловит, кроме ВРки. Ну, то есть очень тяжело играть. Почему? Ну, потому что бежит этот подруга, убивает твою команду. Проблема в том, что... Нет, наоборот, для Шторма это лёгкая игра. Для Шторма лёгкая игра, кого он здесь будет убивать? Кто помощник? То есть ты, опять же, берёшь... У тебя есть Тимбер, Рубик, ты можешь постоянно с ними сотрудничать. Это хорошая игра до Шторм Спирита. Ну, посмотрим, если они его возьмут. Но вера примерно ноль в моём понимании, как работает Шторм, как работает команда со Штормом. То есть у тебя для того, чтобы Шторм работал, нужен очень темповый драфт. В итоге Тимбер мид и Санкинг тройка. Тоже нормально. Санкинг прям давно не было. Ну, есть один момент, что вот этот Титан на пятой позиции неплохо выгоняет Санкинга. То есть он придёт с интрижком, с дастом, наберёт дэмэджи и просто будет стучать по голове. Ну, такое. Они хотят сделать Тимбера огромным. Окей, посмотрим, как это будет выглядеть. Митя, твоё мнение не поменялось? Веры в Тимбера нет по такой игре совершенно. То есть это у тебя... Герои могут быть разного темпа. И здесь у нас получается герой, который рассчитан на быстрый ру, и герой, который рассчитан на позднюю игру. У тебя они не остатываются, поэтому я точно на Нигму. Мне нравится драфт Нигмы. С Санкинг, мне кажется, это не то решение, которое им было нужно. Они могли с этим Тимбером попробовать и бот попилить, там, под Тимберчейном полетать. То есть у него всё было бы плюс-минус нормально. Ну, для Шторма это была, в моём понимании, хорошая игра. Я поставлю на Нигму. Нигма... Слушай, но все ставят на Нигму. Набрали, они набрали. Они реально становятся страшными. Набрали ребята из Нигмы до такой степени, что оба аналитика после драфта говорят о том, что 1.45. Вот париматч, наверное, даже высоковатый коэффициент для первой карты. Настолько сильно. И Митя Кирилл верит в то, что, ну, у Нигмы прям по драфту и по их силе. Но, честно, и по опыту, который гигантский. Ребята из Нигмы сильнее, чем GeekFam. Ну, на первой карте. Напомню, что у нас сейчас финал лозеров состоит из Best of 3. И, соответственно, есть ещё шанс у ребят из GeekFam пройти дальше. Так что, друзья, если хотите добавить себе эмоции с помощью этой первой карты, мы вам советуем получить бонус от компании париматч. Просто внизу под стримом есть баннер. Кликаем, регистрируемся и делаем ставку на команду Нигма. Если, конечно, считаете нужным, немного с азартом подойти к этой встрече. Ну, а что дальше? Если вот так вот Нигма набрала, да, если так они уже подходят к первой карте, то если вообще, ну, понятно, что шансы есть всегда, да. GeekFam же тоже неплохо действовали по ходу турнира. GeekFam, как минимум, выспались, я думаю. Это их главное преимущество сегодня. То есть сейчас может быть что угодно, потому что сколько они закончили? Около пяти-четырёх утра. Ну, около четырёх, по-моему. Да, и то есть у тебя очень мало времени было на то, чтобы подготовиться. Выспавшиеся GeekFam против Нигмы. Будем надеяться, что с ними всё хорошо. Ну, по крайней мере, по драфтам так уж точно. Смотрим игру вместе с комментаторами Букарель Минор. Спасибо большое студии аналитики. Вот мы и перемещаемся в зал. Для вас работает Майл Шторм, друг. И мы готовы посмотреть за финалом нижней сетки Нигма против коллектива GeekFam. Абсолютно неубиваемые ребята из Нигма. Их можно выкинуть в нижнюю сетку в группе, в нижнюю сетку в плей-офф. Но выбить их из турнира очень и очень тяжело. Это то, о чём мы говорили в самом начале турнира. Это то, что мы видели на The International, на последнем, где они тихой сапой доехали до финала. Седьмой инд, где они тихой сапой выиграли вообще турнир в финале, разгромив. Мне это очень всё напоминает предыдущие турниры. И вера в Нигму действительно есть какая-то вот такая. Тем более вот аналитики уже видят, как они улучшают свои драфты. Я бы сказал, что мало того, что Нигма свою игру ищет, она очень круто ещё ослабляет игру оппонента. То есть они находят каких-то героев, какие-то композиции банов, которые осложняют игру и GeekFam в том числе. Но мне кажется, что GeekFam для них ещё не такой удобный соперник. Потому что всё-таки GeekFam, они с GeekFam ещё не играли. А вот с RNG, если они до них дойдут, будет интересно посмотреть. Но я верю, что дойдут на самом деле. Верю. На самом деле Нигма по исполнителям всё-таки тоже имеет, наверное, более титулованных, безусловно, более опытных игроков. Но я прекрасно понимаю, что GeekFam тоже под свой флаг собрали парней, которые добивались хороших результатов. И Сефер вчера показал великолепную игру. Видел с Дэнди фотку, кстати, в Инстике. Сефер с Дэнди сфоткался. И Дэнди, по-моему, даже как-то подписал, что что-то из разряда лучшая четвёрка этого турнира. Ну, ладно, пожелаем удачи командам. Так или иначе, одна команда нас покинет в ближайшие максимум три часа. Не хочу загадывать, но думаю, где-то так. Максимум три часа. Ну и первая стычка вверху. Нигма в лице Майнкатрола и Кура против Дубу Реймана. И приходит Виха. Решил помочь. Мидлейнер здесь. Слушай, сейчас могут забрать Дубу. Буквально ещё один выстрел. Пауэршот от Вихи. И это ферстблат от мидера. Говорили вчера очень много о том, что команда, может быть, перестала Вихе доверять. Что не так всё здорово у него получается. Но я думаю, что два ультимейта в Марфа Дрима, которые убили его просто без каких-либо шансов, вернули уверенность. И вообще Виха, ну, всё-таки неплохо вчерашний день игровой провёл. Что касается GeekFam, действительно, они собрали классных игроков. Это и звёзды Юго-Восточной Азии, и какие-то игроки, которых мы видим, ну, не то чтобы впервые. До этого не так часто видели на Тир-1 сцене. Команда классная. Мне они тоже нравятся. Да, причём уже заслуженно можно говорить о них, что они хороши. Они справлялись с теми коллективами, при которых Вера была как раз-таки не в GeekFam. Всегда были по фронте. Сейфер сильно проседает. Здесь Джейдж набрал себе урона. Бежит до конца за Сейфером. Буквально ещё один удар. Ещё нужно один удар сделать. И Астралом, может быть, попробует добить. Нет, Астрал на кулдауне, судя по всему. В итоге... Полный реген выбил в итоге из Рубика. И если сейчас фласки не будет, то надо будет возвращаться на базу. Но я вижу, что деревьями пытается отъесться Сейфер. Не хочет бросать своего тиммейта. Но вообще очень опасно. Сейчас Джейдж проведёт своего духа. Получит дополнительных урона. Миллион. И это на два удара Рубику. Надо очень аккуратно действовать. Вообще такой крайне доставучий саппорт. Элдер Титан. Пожалуйста, под вышку. Иди сюда, у меня есть Теплер. Ещё один фраг. Нигма зарабатывает второе убийство. Ну вот надо как-то по-хорошему подбанить спот, чтобы Титану было сложнее набирать этот урон. Ну, в общем, что-то придумать здесь. Интересно вообще. Парочка суппортов. Чен Рубик – это такой стандартный саппорт для давления. При этом есть ещё и Тимбер, который тоже вроде как на линиях жёсткий. Может поддавить, помочь своей команде. Но вот как-то Сенкинг и Сларк в этот драфт не вписываются вообще. То есть Сенкинг – жадный суппорт, который пушит не очень... Он скорее наоборот отпушивает здорово. Но вот в пушу он смотрится не так круто. И Сларк – тоже жадный кэрри, отнюдь не специализирующийся на заборе ТВРов. Ты оговорился, назвав Сенкинга жадным суппортом? Наверное, да? Ну, я скорее всего, да. Он исполняет тройку здесь, да? Да-да-да, я просто думаю, мало ли, может ты его уже окрестил. Ну, нет, я на самом деле, да, ещё в голове этот драфт не... Ну, в любом случае, да, очень жадный оффлейн. Тоже не пушит ТВРа, здесь ничего не меняется. И Тимбер ещё более-менее, хотя бы он там пачку крипов на себя забрал, пассивку настакал, Тавр может побить, соперника отогнать. Да, и Тимбер, тем более, никого-то не объедает. Тимбер стоит в центральной линии, опыт максимально скейлит по этой игре. И очень рано начнёт давить. Вот с Чакрамом, в принципе, можно будет уже и Виху попытаться отсюда выгнать, да и на другие линии прийти на какой-нибудь масс-файт. Ку-ку очень сильно просил по здоровью. Джейдж идёт, но заканчивается топ-дэмэдж у Джейджа за счёт духа. И выгоняет Ку-ку под вышку. Вообще без хитпоинтов стоит Гекфэм в нижней линии. Крайне трудно это делать. Минус курьеру Джейджа, причём с Виндлейсом. Довольно-таки классный артефакт. Был бы ещё быстрее, бы стал Элдер Титан, добегал бы до Рубика, убивал его. Но вот так вот Виндлейса не будет. И снова 100 плюс урона у Джейджа. Настакал на двух плачках крипов нейтральных и пошёл в погоню за Рубиком. Там и мувспид колоссальный, конечно, у Титана. Я не говорю о доп. артефактах. Виндлейс, какой-нибудь тапок. И без этого мувспид очень большой становится у Титана. И очень трудно от него убегать. Да, урон, броня... 358 сейчас. Ну это просто кошмар. Особенно для героев без эскейпа, таких как Рубик. Что ещё хотелось бы отметить вот в этом драфте? Два героя, которые появляются у нас периодически на турнирах и имеют колоссальный винрейт, когда они вот так вот всплывают по ходу. Это Элдер Титан, которого Нигма нашли. И это, конечно же, не Крофос. Никто не играет. Титана. Должны наказывать. Ку-ку-ку. Нет маны на подкопы. Нет ни единого заряда в стике. Да у него первый подкоп. У него скорее вот сильный песок, но конкретно в ганге он пока не так здорово себя чувствует. 1.20 на Нигму, 4.20 на Гигфам. Напоминаем про бонус, который вы можете получить, перейдя по баннеру под стримом. Да, в общем, пари матч здесь довольно однозначные. Ну, мы все понимаем. Ну вот, Карл делает то, что надо. Выгоняет Виху с линии. Даже ещё до появления своего уровня. Джейдж погиб. Всё-таки погиб. Забрали его здесь вместе с Сефером. Майнд-контрол также погибает сверху. Это уже два фрага. Как здорово получилось сейчас на линиях. И как раз всё это под пятую минуту. Можно попробовать законтролить большое количество баунти-рун. Ну да, внизу очень похоже, что две руны как раз-таки заберут. Гигфэм. Ну, Джейдж. Ну, Джейдж просто сам умер. Я даже по-другому сказать не могу. Просто обычная отдача. Убился. Может, хотел уже. Может, по ресурсам просел, да и хотел на базу. Возможно. Дорого, конечно. Кстати, Ку-Ку крайне больно под просветкой. Он просто забивает его руками. Принёс даст, использовал его и забрал Сент-Кинга. Причём была информация, видимо, по количеству маны. На Барроу-Страйк снова не хватает маны. СК, чтобы уходить из-под таких атак. И Карл уже имеет шестой уровень. Как раз всё это дело. Рефер очень опасно. Сефер может выйти. Погибается под Виху, да. Есть Чакрам. Пытаются Виху приостановить. Виха из-под... Ой, какая связка от Вихи. Двух героев связал. Ушёл на Вендрани. Ну, просто браво. Просто браво. Демон какой-то вообще лютый. В общем, здорово. Отвечают здесь у нас Нигма. И Виха уходит от ганга. И то, что сделала Элдор Титан. Это очень здорово. Соло-килл на вражеском оффлейнере. Нереально круто. Но в то же время Гигфам. Мы видим и Сларк. Дела относительно неплохо. Но и самое главное, конечно, сила в тимбере. Насколько же он огромный получается по этой игре. И насколько сильно он уничтожил на линии Виху. 43-13 на 19-3. Я давно такого унижения не видел. Джейдж пришёл. Он посмотрел. Всё так классно складывается внизу. Имба, герой. Сейчас будем бить. А Некрофа сверху погибает. Майн-контрол уходит под вышку. Гострраут ушёл. Подхилился. Да-да-да. Не погибает. Но был при смерти. Так вот. Подходит Титан. У которого основной атрибут сила. И как легко с ним расправляется Карл. Чистым уроном. Срезал статы. И дальше 2-3 удара. Титан понимает, что нет. В миде точно ему делать нечего. Не он помощник. Для Вихи. Ну и Карл достаточно комфортно себя чувствует. Топовый крипстат. Вообще, если посмотрите, первые 4 крипстата. 3 героя Гигфам там. И Сэнд Кинг имеет классный фармер. Сларк и Тимберсоу пока впереди всех. Но всё-таки Некрофос хочет быть сильным. И обычно Некрофос очень тяжёлый герой для лейнинга. Для оппонента. А здесь мы видим, что у него, прямо скажем, не задалось. И вот он начинает напрягать Сларка. Но проблема в том, что у Сларка сейчас 6-й будет. И ты уже его не напряжёшь особо. Так, нападение на Виху. Здесь пошёл Фокус Файер. Фокус Файер пробивает не так здорово. Но Миракл перетягивается. И должны, должны забирать здесь. Карла подходит Абадон. Мисткойлом Кура забирает этот фраг. Ну, нечего церемониться с Тимбером. Нужно его забирать наверняка. Поэтому ничего страшного, что именно Кура достался. Если бы, если, я думаю, зрители обратили внимание, когда был использован Фокус Файер, его не чувствовал Тимбер. И там какие-то секундочки прошли. Он настакал себе реактив армор. Он дэмэдж перестал получать вообще. Если бы не перетяжка у двух героев и магический дэмэдж, который влился в Тимбера, я не думаю, что ВРК забрала бы его. Скорее всего, ещё могла бы огрести. Дживелин даёт некоторые шансы. Да, у нас сверху было нападение на майнд-контрол. И его забрали. Плюс так, для Рейвена. Снизу мы видели, что очень тяжело Сент-Кингу против таких быстрых героев. Если он тиком первого эпицентра не успевает зацепить, то потом просто герой убегает. Тем временем Сефер отступает на Рошана, пытается отдаться на Рошане, но Миракл забирает этот фраг. Хорошая игра от кэри команды Нигма. И у нас такая прям активная дота начинается с самого начала. Но вот какую ещё хотелось бы детали отметить. Всё-таки Сларк набирает стаки. Это момент номер один, а момент номер два. А Батон против Сларка. Это всегда довольно большая уязвимость. Да, вот то, о чём ты говорил. Фокус файер, как будто его просто нет. Виха пытается что-то сделать. Если эти не выскакивают, то здоровье не теряется. Просто реактив армор 24 стака. У него хипериген колоссальный. Бёрст постепенно заканчивается. Ну, Карл увлёкся, по-моему. Он просто решил танковать до конца. И в итоге Карл всё-таки погибает. Он был очень прочим. Он мог просто на ноге добежать до своей вышки. Но он решил драться. И, конечно, попасть в ПВР-ке будет чем-нибудь очень тяжело. Ещё и пассивку на стакал на нём, на Батонну. Ну, наглеет. Наглеет за это наказывает. Игроки Нигма. Эти парни камбэкали то, что не должно было камбэкаться. Эти парни камбэкнули игру, в которой КФ был 1-0-3 на них. Не на них, точнее, на их оппонентов. И сларк тут в атаке. Десятка на них. Сларк в атаке, за GH, зарабатывает фраг в ультимейте, отрегенивается. У Майнд Контрол уже просто нет ман. Он использует стики. Очень мало ХП. Остаётся Рэйвен. Дабл килл. Но, может быть... А что это за халява? Вот можно... Может быть, нужно перестать фидить сларка сейчас Нигме. Потому что то, что происходит, у него слишком много уже стаков набрано. Возвращаясь к той игре, в которой ноги вытирали у команды Нигма. Где Хускар был от Вихи в мидлейне. И сларк в исполнении Миракла. За счёт сларка, богатого, Нигмы смогли камбэкнуть игру. Ещё раз говорю, Кэф был 10 на них. То есть никто в них вообще не верил. Сларк, тем не менее, зарабатывал себе дополнительную агилу. Поучаствовал в 3-4 убийствах. Перетянулся по карте. Выиграли драку. И камбэкнули, казалось бы, нереальную совершенно карту. Поэтому понимание того, насколько мощно этот герой разгоняется по матчу, по ходу матча, у Нигмы 100% есть. Они... Ну, надо как-то немного приостановиться. Мне кажется, потому что так кормить сларка — это лишнее. Знаешь, у меня тоже есть понимание, что сларк разгоняется, но... Не надо быть мероприятием для этого. Меня это не спасает от игр, где я фижу сларку. Бывает такое, здесь ничего не поделать. И пока ещё не так всё плохо. Но опять же, вот эта вот ситуация, когда сларк просто в этой игре... Он будет находить Кура. И у Кура не будет какой-то возможности быстро умереть, не нафидить кучу стаков. Потому что ты абаддон. Сларк просто специально тебя бьёт в ультимейт. Сначала он тебя убивает, потом он тебя вылечивает на фулл, потом ещё раз. Он делает по тебе, не знаю, 30 ударов. И твоя команда смотрит на это и думает, что делать-то теперь с ней. Угу. Да. С этой агилой. Ещё и дерево себе выбил. Кстати, классная штука. На самом деле статы всегда полезны. СК уже увеличивает магический урон своей команды. Вейл? Да, Вейл уже готов для Сент-Кинга. Без даггера. Пока через Вейл будет врыв. Стомп крадёт Рубик тем временем. Сэфер стал в центральную линию получить опыт. Возможно, что-то либо заработать через Фейтболт. Можно. Можно давать ему возможность разгоняться. У вас фармит Сларк. Сларк с этим уровнем уже уходит в лес. И оттуда золото зарабатывает. И кимбер, та же история. Два дерева выпало. И манго-дерево это, конечно, тоже очень здорово. Пауэршот ещё, кстати, крадёт Рубик. Это круто, потому что пачка крипов просто с двух стволов ломается. Он теперь Фейтболт выдаёт, выдаёт пауэршот. Не надо долго стоять на линии. Подставляться под ганг какой-то потенциальный. 1,7 и 2,62. Гигфэм подкорректировали. Немного кэф от париматч. И это разумно. Это и правда разумно. Гигфэм очень сильные два героя. Первая и вторая позиции. Ну как, приятные иллюзии зафармил сейчас. Получил там лишнюю тридцаточку. Или около того Рейвен. Что у него с айтембилдом я не успел посмотреть. Правда, всё. Хотел взглянуть, что он там дифуз, не дифуз. Если дифуз, то уже скоро совсем. Лансер сильно отстаёт, потому что он ещё и худо в дефанс сделал. Тем временем Дубу вместе с эфером выходит. Пошёл Шекл. Никого не привязывает. Дубу. Отступает. Фокус фаер на себя получает. Ну, кажется, Дубу здесь приговорили. Да, он прекрасно понимает, что уйти никуда не получится. Минус Дубу. Параллельно с этим Миракл убивает курьера Рейвена. Не Рейвена. Только его курьера. Не путайте. Это важно. Карл. Десятый уровень. Уже за Т2 вышкой. Он её не боится. Майнконтрол вынужден отступать. Пытается мансить. Хай-граунд, лоу-граунд, но он немного обыгрывает мозгами. Помогите ему, ребята, помогите ему, иначе Майнконтрол здесь просто погибнет. Он пытается откилиться, у него заканчиваются ресурсы. Шрайн активируется и уходит отсюда Карл. Ну, Виха, в принципе, просто даже не пытался атаковать Тимбера. Выжил. Выжил Майнконтрол. Хотя тяжело. Вот этот Тимбер, который... Он выполняет свою задачу по игре пока что. Обязательно мы должны успеть посмотреть на этом билд с Ларка, потому что... Мне кажется, это табля диффуза, скорее всего. Что еще мы можем здесь наблюдать? Сабля диффуза и Аганим. Что-то подобное. Попытка заденять вышку. Не смог этого сделать Майнконтрол. Тимбер справляется. Так, вот он с Ларой, близко, да. Близко, но... Тебя, к сожалению, не слышат. Сабля. Есть, да. Сабля. Сабля. Я думаю, да, диффуза Аганим будет. В принципе, если разгон хороший, если он в таймеры попадает, почему бы нет? Рабочий билд. 7.23 показал его. Крутость. Тимбер тем временем Арканы. Дособирал. У Тимбера вообще тоже хороший боевой билд. Уже худ имелся. Его очень трудно пробить. Физикой мы знаем, как пробивается Тимбер. Никак. В скобочках. А, магия. От магии он защищает. Падение на дубу. Лансер идет до конца за ним. Но здесь пауэршот от Рубика ворованный. Очень больно. Миракл. Пошла трещина от Элдер Титанов. Двух суппортов отличная. Пауэршот сверху Нумека. Сенкин копает Лансера. Лансер получает кучу дебафов. Большие проблемы могут быть у Миракла. Пытается отступить. Очень мало ХП. Но в спину на его счастье никто не выходит. В этот момент Сларк подходит к Джейчу. Причем Сларк снизу, а сверху Тимбер спускается. В район Т2 находит Миракла. Привязка есть хорошая от Вихи. Выручает своего тиммейта. Ой, летит дальше Карл. Но некого было уже убивать. Забирают в итоге Титана. Продавливают немного в сторону. И напомню еще раз. Куку не потратил ультимейт свой. Поэтому следующую драку смело можно принимать. Из важных кнопок, в общем-то, было потрачено всего ничего. Только ультимейт Сларка. Я, в общем, несколько пересмотрел свой взгляд на пик команды Гигфам. Теперь я вижу, что этот Сенкинг. Он огромные проблемы создает Лансеру. Ну, и это только начало. Дальше будет еще жестче. Просто Сенкинг является такой довольно серьезный контроль. Залетаешь, копаешь все. Все лопается моментально. Очень хорошо отыгрывает Рубик. Постоянный какой-то там пауэршот. Плюс фейтболт. И все разлетается на такой стадии. Да, и тяжелая ситуация для Нигмы. Потому что их давят. Тимбер, Чен. Им пока нечем отбиваться. В который раз уже наблюдаю ситуацию, в которой Миракл идет в топовом своей команде. И дальше 2-3 героя постоянно просто просачиваются в таблице Нетворсов между ним и Вихой. Ну да, где-то там. Всегда. Это сейчас еще более-менее. Сейчас еще более-менее адекватно все выглядит. А так обычно ты видишь первая позиция Миракл на каком-нибудь Террорблейте. Дальше 4 героя. Команды соперника. И дальше внизу копошатся его тиммейты. Скорее просто потому, что у Миракла в этой игре довольно мало, поэтому Виха не так сильно отстал. Но ситуация действительно такая есть, такая тенденция. Кстати, ты можешь определить, какого уровня Аркана у Сефера на Рубике? Я даже не определил, что у него Аркана. Я понял. У него максимальный уровень нападения на Ку-Ку. Тем временем, ну, трещина мимо. Правда, Фокус Файер, Верка идет до конца. Но есть ли Вижен? Да, есть Вижен. Забирают очень быстро Сен Кинга. Все-таки он не такой прочный, как хотелось бы. В общем, это я к тому, что, ну, Рубик такой опытный. Он, вот видишь, вот эти вот кубики под ним. Это говорит о том, что Аркана максимального уровня. Будем видеть зеленые с пылы. Красивые. Лансер с луком здесь бегает. Ну, лук, интересно то, что Верки не отдали. Она с киноптиком носится. Может быть, еще передаст. Все-таки для рейнджа довольно неплохой бонус. Ну, и, о, у нас выровнялись коэффициенты. 1.87 на 1.87. Ну, слушай, я даже не знаю. Мне кажется, у GeekFam все отлично в этой игре. Я думаю, GeekFam планомерно, если ничего не поменяется, на свою сторону перетащит коэффициенты. Все так же, все так же лидирует по таблице Нетворсов. Два героя. Два больше, чем один, даже если это Фантом Лансер. Там богатый Сларк и достаточно богатый Тимберсоу. Смог. Хасту забирают. Вижена на руну не было. Или, а нет, есть. Есть он поставлен, по-моему, после руны. После того, как руну забрали. Тем не менее, Нигмы отступают. Аккуратненько окружают. Джейдж в опасной позиции. Нет, он тоже уходит. Все читают, все видят. Захватывают еще аванпост сверху. Ну, прекрасно сориентировались в этой ситуации. Хотят в лобовую атаку эти GeekFam, как я понимаю. Есть Карл, который легко может танковать. Дэм, сливать. Проводствовать на драку соперника. Просто заставлять драться. Подвел своих крипов Чен. Павершота не получили. Но, в принципе, ауры хоть как-то, но отрегениваются. Стомп от Джейджа никого зацепить не получилось. И пока просто съедают зоопарк Чена. Двух крипов уже потерял в этой ситуации дубу. Карл выходит вперед с фронтлейном. Это все в пользу GeekFam, потому что у них Сларк конец драки вообще. Он нижнюю вышку ломал. Довольно неплохо. И сейчас туда телепортируется Абадон. Это сладкая цель. Это очень сладкая цель. Тавр забирают уже Рэйвен. Хорошо, что сейчас Паунсом не попал. Тем временем нападение. Сефер! Да, минус Виха, пожалуйста. Причем это пауэршот. Это фейтболт пауэршот. Все это вперед все в телекинез. Под Кобсен Кинга, телекинез, рассказ Тимбера. Да, тут есть чем забирать. И этого пока что хватает. В итоге Рэйвен забирает вышку снизу. Забирают Виху со стриком. Карл танкует. Его просто нечем пробить. И вопрос Тимбера остается нерешенным. И Тир-2 на миде тоже падает. Ну да. И сейчас мы, я думаю, увидим иные кэфы. О, повтор. В данной ситуации под Кобчак. Рам, фейтболт, пауэршот. Можно было и не повторять. Элементарно. Еще одна вышка упала. Последний внешний тавер остается на топе. Миракл скромненько пытается подпушить Тир-1 вышку. Но это первая Тир-1 линия, поэтому смело можно нажимать глиф. Выгонять отсюда. На миде. Майнд контрол. Да, очень больно майнд контрол. Он успевает уйти в гошраут. Его подхиливает также Абадон. Но Рэйвен идет дальше. Сабля, замедление, паунс. Щиток не спасает от паунса. Но Рэйвен вынужден отступить. Здесь трещина Элдердитана. Дубу в ней застрял. Получает косу. 47 секунд в таверне. Контратака от Нигмы. Идут они дальше. Но зацепить кого-то очень тяжело. Отступают назад. Не было Тимбера. Поэтому Гигфэм явно не хотят принимать данную драку. Тимбер пушит в верхнюю сторону. Я говорил уже, что там Тир-2 вышка остается. И он пока с пачкой крипов подходит туда. Сейчас вынуждены будут Нигма смещаться и пытаться отпушить верхний лайн. Потому что совершенно бесплатно достаются товара команде Гигфэм. Сначала в миде они поддавили. Дали возможность сломать лаку вышку. Сейчас пушатся аналогично. Верхняя сторона. Нигма. Проигрывают 5000. Все так же топовый нетворс у игрока Гигфэм. И дальше третья-четвертая строчка тоже за ними. Сейчас та самая стадия, когда Тимбер, который разогнался в начале. Ну, это Тимбер почти в каждой игре, где он берется со смыслом, так сказать. Он становится гигантским по своему нетворцу, по своему импакту. С ним особо ничего не сделать. И вот в какой-то момент в каждой игре наступает стадия, когда Тимбера уже можно убивать. Но для этого нужны определенные артефакты. И здесь Лансер сделал первый шаг к этому. Это Дефюжил Блейд. Ты лишаешь Тимбера маны. Ему уже, ну, хотя бы он не может кастовать. Он не может постоянно спасаться. С другой стороны, без маны с Дефюзалом ты его не пробиваешь. В общем, должен быть какой-то момент, когда Тимбер развалится. Иначе Нигме здесь не победить. Ну да, это должен быть, я думаю, какой-то дополнительный артефакт, типа Спирит Вейсел. Я думаю, МКБ. МКБ плюс Дефюзал этого хватит. Ну, может быть. Может быть. Хотя я не уверен, что он так долго сможет его бить. Просто ты фыркаешь, иллюзии рассыпаются. И опять же, он не будет же самостоятельно драться. Надо брейк, в любом случае. Либо брейк, либо, ну, по моим ощущениям, либо брейк, либо Спирит Вейсел, который... Весло, скорее, здесь. Да-да, который Тимбера хоть немного, но остановит его хоперигене. Ку-ку опять в центре. Причем Ку-ку знает, что где-то рядом был в центре вард. Поднимают виху. Кто-то вкастовал фокус-фаер. То есть Сейфер. Нет, не получается. Лопается он. Сейфера тоже съедает. На Рейвена нападение. Окружили Рейвена. Тут уходит в ультимативную форму. Старается драться дальше. Не собирается уходить. У него есть ВКБ. Он дальше за Джейчем. Карл приходит сюда. Виху и Миракла. Зацепил Чакрама. Миракл на хайграунд уходит за счет своих иллюзий. Угадывает прекрасно Рейвен. Где же настоящий Миракл успевает улететь Фантом Лансер? Дальше за Вихой. Карл Виха мобильный, но Тимбер тоже ему в этом вопросе не уступает. Манки Кинг Бар. О, красиво, Карл. Чисто на дэксере, хотите? С вами вечерние новости. Пять игроков Нигмы окружили Рейвена в лесу. Трое в морге, двое в больнице. Тут просто шикарная игра от Кэри команды Гигфам. Он все сделал идеально. Сначала ультимейт, по выходу сразу Блэк Кинг Бар. И все это время, самое главное, они его окружили. Они думали, что он убегать будет. А он просто их бил. Он просто бил, стальные нервы. А потом еще и Тимбер стальной подошел. Да, и правда, на характере. Сэн Кинг. А, нет. У меня бьет Абадона. У меня такое ощущение, что Эпицентр кастуется. Эпицентр, кстати, был хотя бы один в драке. Один вот я видел. Где-то, когда камера не заметила вверху. Где-то, да. Где-то что-то кастовалось. Они фокуслят сразу. Они ведь, ну, над этим Нигмой работают, чтобы не было времени Эпицентр кастовать. Всегда есть просветки под рукой. Всегда есть синтрики. И всегда фокус-файр Вика выдает именно в Сэн Кинга, чтобы быстро его убить. Нет, ну, в общем, нормально для Нигмы. Они пока еще Тир-3 не потеряли. Да, они играют вторым номером. Ничего критичного. С другой стороны, у гигфам и драфта такой, который и не должен был на 23-й минуте, вам ничего сломать. А Сларк при этом имеет уже стаков 7, наверное, а то и больше. Ну, вот сейчас посмотрим на эту ВР-ку. У нее ультимативный билд. У нее много урона, но не такая большая выживаемость. Здесь сверху Харл. Виха рядом. Видишь, что у него МКБ. Сейчас, конечно, купить какой-то Блэйд Мэйл на Тимбере. И бегать, и ждать, когда нажмет фокус-файр, и гоняться за ней. Нет, нет, сейчас ничего не будет. Виха понимает, что рядом находятся тиммейты, и Тимбера так не забрать. Шекл, но уворачивается Карл, не подходит к деревьям. А что, если Блэйд Мэйл купить все-таки на Сент-Кинге? Герой все равно с большим количеством ХП, и мы видим, кого фокусит всегда Виха. Что, если Ку-Ку до этого дойдет? Ну, нет, он хочет избегать это. Ю. Ну, да, тебе важно как можно дольше в песке находиться, просто жить. Песок там слишком много урона. Кстати, отличные вампири и клыки, которые помогут ему отхиливаться. Это реально классная тема. Забрать его будет гораздо сложнее. И ульчик. И просто гикфам провоцирует. Я не думаю, что они прям хотят забрать этого Рошана. Скорее, они такую провокацию делают. Если уж совсем никак не отреагируют оппоненты, заберут. Правда, решили, что, может быть, сначала стоит в смоках выйти. Невероятно сильный Тимбер с Эмбрейсом, Бладстоуном и Пайпом. И он знает, куда он идет. Нура сразу нажимает ультимейт, но это просто стаки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо сразу ультимейт нажал, а так бы подарил все дети. Ой, дальше подкоп и кукум. Верка. Выталкивают ее вниз. Майн-контрол отступает в сторону базы. Привязка от Вихи не сработала. И Харл, играя мускулатурой, прогоняет отсюда команду Нигма. А потом нас забрали. Плюс перманентный стак для Сларка. Ну и пока на ближайшее время просто стаки пассивной способности. Рошана еще ни одного не забирали в этой игре. Ну они целятся так аккуратно. Ну вот они хотели спровоцировать Нигму. Обили Рошана, видели, что провокация не работает. Нажали смок, просто пошли убили Кура. Ну потенциал у Гикфэм на то, чтобы забрать Рошана, не самый мощный. Да. Нет никакого дополнительного буста. Здесь Вейерка через фокус фаер хорошо с Рошаном справляется. Это слабость их пика. То, что они не могут ни Рошана забрать, ни ТВРА. Но, к их счастью, они в лейте тоже довольно сильные. Правда сейчас. Ну вот он, Дефьюжл Блейд и Манки Кинг Бар. Пошел Бладстоун. Перекачка. И что? Доберут? Сен Кинг? Нет, слишком поздно. В итоге Тимберсо уже погибает. Рубик уже здесь. Рубик ворует Шекл. Кидает Шекл. Отлично. Эпицентр. Виха погибнет. Здесь, да, минус Виха. Ну, неплохо, на самом деле. Не так уж плохо. Верку разменяли на Тимбера. При этом Элдер Титан отступает отсюда. Лансер тоже. Ну, да, Тимбера забрали. Хотелось, конечно, ему помочь. Просто вдумайся, если бы на полторы секунды раньше оказались бы супорты. Тимбер бы выжил. Еще бы этих двоих забрали. Нападение на Сларка. Но Сен Кинг уже здесь. Пошел. Под диффузами Сларк. Он вынужден уйти в ультимативную свою. Нажал БКБ. Уст Миракла привязали. Шейкл хороший от Сейфера, очевидно. И Рейвен отступает. Да, не смогли. Не смогли забрать Сларка, но лишили всей маны. Ку-ку аналогичная история. Лучше отсюда бежать. Я хотел про Тимбера. Тут дело не в саппортах. Дело в том, что Тимбер очень привольно себя чувствовал. Зашел далеко. Не успел отступить к команде. Еще и не к команде он отступал. Он в деревьях старался размансить. Шел бы напрямую, к команде может получилось. Но опять же, там ВР. Ты идешь рядом с деревьями, получаешь Шейкл. И тебя убивают еще раз. Чен подарил Крэгги Коут оппоненту. Неприятно получилось. Выбил. И мы видим у Лансера в инвентаре. Коэффициенты от пари матч. 1.75. Ну, опять возвращается у нас Нигма в статус фаворита. Просто здесь такая неприятная ситуация для Сларка. Он не собрал Диффюжил Блейд, а Лансер собрал. И они сейчас не могут в затяжной драке. Сларк не может с ним драться. Он стаки вроде бы ворует, но остается без мана. И все. И без мана ты уже ничего особо не сделаешь. Надо по КБ нажимать. Приходится рассчитывать, я думаю, на драку с нормальным врывом Сент Кинга. Потому что у правы пока на ПЛ нет. СК брался против него. Явно не Сларк против Фантом Вансера. Он должен сражаться. А врывом мы пока не видим. Только вот такие без даггера, спокойные на месте эпицентры. В 1-2 цели максимум. Так что, я думаю, Гикфэм еще ждут своего звездного часа, чтобы хороший файт 5 на 5 провести. Да, но сейчас Снигма как боксер, который в первом раунде наполучал. Но его никак не добить. Он просто ушел в глухую оборону. И, в общем-то, их все устраивает абсолютно. Паладен Сворд. Майндбрейкер выпал с Ларку. Довольно-таки неплохая тема. Так что у нас здесь Карл. Будут атаковать его. Пять игроков. Опять Карл. Опять один. Один-одинешник. Это нормально. Он, то есть, и должен на себя стягивать много. И, там, если команда... Просто такая ситуация. Пару героев за тимберов стоит. Ты его и в пятером не убьешь. Это очень страшно. Просто идут фушить вышку. Карл в позиции. Два героя еще подходят. Еще два по речке. Бегут в смоках. Хотят успеть. Зайти в спину. Фортификейшн. Очень нужный и очень важный. Копают Миракла. Позиционка вся ломается у Нигмы. Но не успевают герои, к сожалению, подойти. От Гигфам сейчас пытаются зайти в спину. Там аванпост активирован. Поэтому Сларка видно. Сларк отступает. Карл врывается. Сларк все не знает, как ему зайти сюда. Ловит копье Лансера. Все это под аванпостом команды Радиант происходит. Копают майнд-контрол. А майнд-контрол удается забрать. Это уже очень хорошо. Кура под Сайленсом. Ультимейт пошел. Кура кидает на себя щиток. Поднимают его в Юл. И Рейвен еще кучу стаков получит. Ну, ладно, не так много. Минус два. Они сделали это. Размен на вышку. Ну, слушай, не самая простая ситуация была. Не успевали два Кура. Плюс ко всему аванпост, который все видит. И тем не менее. Дракоу Гигфэм сильна. Пять на пять. Впервые мы, наверное, видим полноценный файт. Когда все успели. Все были вовремя. Все более-менее нажали свои кнопки. Но еще не потрачен эпицентр. Так еще и не потрачен. Это у нас какой-то прям заветный спелл. Которого мы ждем. Мы ждем. Уже и блинк есть. Все, да. Реально все для этого. Вейл, блинк. Единственный момент. Ситуации нет хорошей для Гигфэм. Слоты. На ваших экранах. У кого что имеется. Ну, новых слотов серьезных не появлялось. Сларк хочет справляться иллюзиями. Стром уже приобрел. Я думаю, Йолнир в дальнейшем можем видеть. Кстати, очень классно Йолнир на того же Тимбера бросать. И давай Фантом Ланцер. Бей. Показывай, какой ты мощный. Как ты хорошо выжигаешь ману. Еще одна контрмера против иллюзий. Последняя Тир-2. Ее надо динайть. Потому что слишком мало ХП осталось. И все, и Энигма останутся без строений на периферии. Ну, кроме святыни, конечно. Так, Рошан. Очередная попытка. И, кстати, далеко находится Радиент. Очень далеко. Тут такая позиционка. Вот еще минус для Энигмы. В Рошпит не очень хочется заходить. Там эта буря песчаная. Так, пошел Элдер Титан. Ой, успеет в том-то и на самом деле. Ну, нет, нет. Там Сларк у него же первый спел. Он видит, когда замах идет. Не очень хорошо все делает. Ну, Дайер забирают Рошана. Дайер забирают Аегис. Молодцы. Наконец-то они упрочили свое преимущество. Кстати, Сенкинг реально пошел в какой-то ультимативный билд против Лансера. У него еще и Радиент будет. Это очень жадно. Мы видим, что и Екфа не торопится. Они прям уверены, что если Сенкинг зафармит свои слоты, то с Лансером он будет расправляться. Ну, вообще-то, если у Сенкинга реально будет много, это так. Их можно понять. Лансеру будет очень тяжело. Икспу получают только Дайер. Баунтируны две. На... Майн-контрол. Три на одном. Рискует погибнуть. Уходит назад немного. Команда уже перетянулась. Телепорт вкастовал Абадон сюда. И своими ножками прибежала Виндрэнджер от Вихи. Ну и расплитились по карте. Гикфэм продолжают наращивать экономическое преимущество. Фармить. Заставляют, вынуждают стянуться на команду Нигмана на верхнюю линию. В итоге не фармит вообще никто у стороны Дайера. Ой, Радиент точнее. Дайера занимают вражеский лес. Каждую из линий толкают. Пока Гикфэм просто пассивно больше зарабатывает, чем это делает команда Нигма. Ну да, тут видно уже 8 тысяч преимущества. Я вообще не пойму билд на вот этом персонаже. Конечно, свой взгляд уникальные, унигмы. Но я так понимаю, они опять сейчас будут играть в бесконечные бафы. Хотя, конечно, это мой любимый предмет в доте вообще, Солар Крест. Но видеть его на Некрофосе, на таком персонаже, необычно. Но, тем не менее, вот стандартный Солар на тройке будет кидать на своего Лансера. Либо на цель, которую фокусит Верк, тоже неплохо. И разбивать лицо. К тому же Тимберу можно. Тараско появилось для Лансера. Он стал попрочнее. Ему вроде как легче против Сен Кинга должно быть теперь. Но на самом деле все равно Сен Кинг очень опасен. Он так много нафармил. 11 тысяч на Этворса. Вот она ситуация, про которую мы говорили. 16 тысяч у Миракла. Как ты любишь. И Верка. Да, ИВерка на пятой строчке. После Некрофосовой команды. Причем борется все время с Хардлейнером. Вторая и третья строчка в данном коллективе. Забирают Аванпост. Вверху Гикфэм. Возвращают его себе во владение. Сами все стянулись на верхнюю линию. Очень похоже на то, что пойдут доламывать Т2 Тавр. Он там несчастный стоит на 200 хитпоинтах. Нигма смаканулись. И, по-моему, готовы даже принимать соперника. Ну, понимают, где примерно кто был. Там еще и Вардик стоит на линии. Там ДД. И Сларк пошел за ДД. Под Вардом смаканулись. Я вот сейчас понимаю. Там вверху есть Вард. Рейвен уходит в ультимативную форму. Виха подкоп по нему. Виху старается спасти Куроки. Виха включает Бекинг Бар. Рейвен рассыпается. Потраченный БКБ. Потраченный ультимейт. На самом деле надо его сейвить. Дубу отправляется в таверну. Тут же выкупается он. Рейвен выпрыгивает подальше отсюда. Фокус Фаер висел на нем. Карл идет первым номером за Кура. Гонит его. Старается забрать Абадона. Конечно, Абадон супер живучий. Е-Чакрам не попадает по нему. Ку-Ку тем временем под вышкой. Сбивают. Виха получает краденую косу. И на 76 секунд отправляется под фонтан. Браво, Сефир. Что ты черт возьми делаешь? Ну, стоило ожидать от Рубика, что рано или поздно он украдет что-то очень крутое. Коса это было, конечно, великолепно. В итоге размен 2 в 1. Если я правильно понимаю, Сларк пытается догнать Лансера. Но это очень тяжело. Лансер слишком живучий. Да, это реализация Аегиса. При том, что Сларк ошибся. Ну, он прыгал за ДД. Его можно было понять. Не ожидал, что там все оппоненты. Отдал Аегу довольно быстро. Ну, как же здорово сыграл Сефир. Это коса. Вихе, может быть, снится будет сегодня. Ну, посмотрим. Это если проиграют. Это если он будет спать, чем будет. Если он будет сегодня спать, да. Возможно, он будет в гранд-финале. Если да. Если они идут в гранд-финал, именно сегодня, 12-го числа, точно спать этот человек не будет. Минус Р2 последняя. Пожадничали. Не стали динаить. Она, по-моему, была динайбл. И в итоге все. Золото отдает оппоненту. 9 тысяч. Ну, и не будем забывать, что с каждой минутой, с каждым разменом Сларк-то все набирает. Набирает 7 стаков. Конечно, за 34 минуты это не так много. Тем не менее, он вор. Крадет. Ну, теперь Аегиса нет. Рейдинса на Сен-Кинге все еще нет. Тавер-дэмэджа нет. Продолжаем играть в фарм. Варды отличные поставлены у Дайер. Вообще, Рейдин не знают, что делать. Будут душить сейчас. Так. Майнд-контролла поднимают. Подкапывают. Пошло куча дебафов. Он даже не выходит в итоге. Забирают его довольно быстро. Воруется щиток. Отличный спелл для Рубика, чтобы подсейвливать своего Сларка. Сларк возвращается. Карл просто пошел уже на хайграунд. Сен-Кинг копает Лансера. Пошел Чекрам. Но Лансер очень прочный. Хотя половинка, по-моему, спилили довольно быстро. Щиток на Миракла. Еще подхил Карл. И у него достаточное количество маны. Что самое главное. Иллюзии падают слишком быстро. Титан пытается хоть как-то задержать. Трещина, трещина. Вообще ни в кого не попадает. А как забирать? 0 плюс 52. Броне у Карла. Врывается Ку-Ку. Ку-Ку выбирал позицию, чтобы ворваться с эпицентром. Пока все еще не видим кастованного крутого эпицентра. Ку-Ку находится в Сен-Сторме. Но это все под вышкой. Понятно, его видят. Карл развлекается на базе у соперника. И Нигма старается отбиваться. Очень медленно пушится строение. Очень медленно. Но если делать что-то долго и упорно, рано или после это получится сделать. Карл уже без маны. Карла надо спасать. Рубик, где твой щит? Использовали либо стики там, либо что-то нажали. В общем, мана немного у Карла появилась, просто чтобы убежать. Миракл. Погоня за... Хотел сказать за Дубу. Нет, за Ку-Ку. Немного дальше. Сент-Кинг теряет ману. Мека пошла Дубу. Дубу призывает кого-то к себе. Я не совсем понял, кого. Он, наверное, смерть сюда вызвал. Да, он вызвал Рэйвена. Рэйвен не очень рад этому. Рэйвен уходит на шрайн. В этот момент пошел подкоп от Сент-Кинга. Хороший врыв от Тимберсо. Вих отступает. Майнд-контрол не в кого ультануть даже. Майнд-контрол захиливают. Он фулл хп, но потратил второй спелл. Ку-Ку получает косу минус Ку-Ку. 125 секунд без Сент-Кинга. Но все еще жив Карл. Самый главный Рэйвен продолжает набирать стаки. Уходит из Рушпита. Очень мало мана остается у Миракла. Неплохо. Второй волной Нигмы действовали сейчас. И удалось сделать несколько фрагов. Ну, Чен, конечно, молодец. Там Сларк, по-моему, даже не ожидал, что он окажется в эпицентре драки. Очень много урона Тимбера. Наверное, 15 тысяч из 19 он нанес. Около того. Да, в итоге GeekFam еще и забрали. Сделали больше дэмэджа, чем это сделали игроки команды Нигма. Но очень много АОЕ урона. Поэтому надо... Он не самый ультимативный, не самый мощный, но он постоянный. Поэтому GeekFam по дракам дэмэджа будут больше выносить. Нежели это делает Нигма. Привязка Карла. Ну, перед Вестел. Перед Вестел Карл не два ли выживет. Да, слишком много урона. Плюс еще Карл здесь находился без стаков брони изначально. И его очень быстро забрали. Отличный фраг. Вот очень важный момент с Титаном. Титан обычно срезает броню, но он ничего не может сделать с зеленой броней, так называемой. А у Тимбера на спасивке именно зеленой. Поэтому если Тимбер на стаках, с ним очень тяжело справиться. Там уже и брейк бесполезно какой-то кидать, потому что он уже на стаках. И это никак не изменить. Но вот если ты в чистом поле нашел Тимбера, Нигма перехватывает инициативу, забирают Тимбера, забирают вышку. Коэффициент на GeekFam растет. Нигма 1.3, серьезно? Верят? Все равно верят. Но я думаю, тут сила Тега, конечно, решает. Это молодой коллектив. Откуда такая вера в него? Сколько? Месяц этой команды? Нигма? Да. Не было еще два месяца назад, но еще не знали такого названия. И такая вера сразу. Это как дедушка, которому там на 80-летие одну свечку поставили на торт. Типа, одна свечка, но на самом-то деле лет 80. Так и Нигма. Ну да. Молодая команда. Но на самом деле опыта у них, наверное, больше всех на этом миноре. Суммарно. Что ты уточнил, значит, на торт, на миссечку поставить дедушку? С медестилетия. Так, Нигма, Солар на Лансера. Лансер забирает вышку вместе с Вихой. В итоге захватили вражеский лес, пробежались. От преимущества остается всего 7 тысяч. Снизу Рейва. Ну как-то Гикфам немножко упустили инициативу. То есть они дают очень многое делать и сами при этом ничего не делают. Я так понимаю, их все еще все устраивает. Но если Сенкинг реально фармит Радиенс, то у него сейчас огромное количество пассивного, неэффективного золота. Ему нужно уже быстрее его дофармливать. Угу. Ну и темп сильно сбивает Сенкингу. Он умирал в двух траках, а одна из них была еще и с косой. Две минуты внезапно просидел под фонтаном. Золото просто-напросто приостанавливает Дубу. Так, Дубу, да, Дубу скорее всего погибнет. Но я не вижу опций, при которых Дубу должен проходить. Хил его, если бы он нажал, были бы шансы, но он не успел. Шекл залетел, Титан, Эхо Стомп, Карл. Отличный шекл от Сефера, но Абадон спасает своего Лансера. Майн-контролла в принципе бить никто не хочет, потому что его не добьешь. Он все равно отгилится, аккуратненько ковыряет его. У Ку-Ку уже есть Радиенс. Я все жду врыв с эпицентром. Этот герой брался под драку. Сефер. Он уже появился, висит Курьер. Я не вижу чей, правда, но там имеется Курьер на Рошане. Информацию у Нигмы имеется. Трех героев нет. И Виха уже, да, это был их Курьер. Их Курьер отправляется на базу. Дотерпели. Собственно, да, здесь молодцы Нигмы. Действительно, их стратегия игры вторым номером сработала. А вот суперпассивная игра от Гигфам именно в плане сборок. Ну и конкретно, где эпицентр, мы все еще не можем понять. Я думаю, что в драке такой ультимейт мог бы нанести действительно много урона и что-то изменить. Но Сэн Кинг как-то не может нормально ворваться. Так, у нас небольшие подлаги. Ставится пауза. Это ваш фантом-ланцер, извините. Я на самом деле вижу драку за дракой, как Ку-Ку выбирает позицию. Но в какой-то момент ситуация настолько критичной становится, что он понимает, что не будет у него времени сделать этот ченнелинспел и ворваться. И он вынужден впрыгивать в драку либо на подкопе, либо на даггер плюс подкоп. И всегда-всегда-всегда его провоцируют на более быстрые действия. Это, знаешь, говорят огромные кулдауны. А вот тут настолько динамичные драки, ну, от которых зависят. Здесь настолько динамичные драки, что здесь огромный ченнелинг получается. Ты даешь 5 секунд ПЛ, он убивает одного из твоих коров. Ты не можешь себе позволить стоять хвостиком махать. Конечно, можешь, но потом это все будет бесконечно. Ну вот я думаю, а хватит ли вообще, потому что сейчас уже некрофов стал настолько сильным, у него так много слотов, его никак быстро не убить. Плюс есть еще подсейф в виде абадона. То есть даже если ты некрофов-то почти убьешь, ему абадон даст щиток под хил, он уйдет в гушраут, нажмет все свои спылы, восстановит все хп. Лансер очень мобильный, ВР-ка тоже мобильная, с ней тяжко. То есть она на Вендране, на Блэкинг Барри уходит постоянно. Прям тяжело что-то сделать. Гикфамам нужно как-то первыми нападать на героя и не давать его спасти. Но в ситуации, когда есть абадон, который всегда стоит за спиной, это очень тяжело сделать. Соответственно, шанс Гикфам напасть как-то неожиданно, когда у соперника не будет хорошей позиционки. Я так краем глаза посматриваю, зрители в зале это, конечно, видят, на трансляции этого не видно, но Нигмы пребывают в прекрасном расположении духа. Кура шутит с Мираклом, веселится. То есть хорошее настроение. Видно, что напряжение какого-то по этой карте попросту не имеется у данной команды. Ну и стратегия такова, что ребята реально ничего еще глобально не потеряли из своих важных объективов на базе. Они контролируют все, они выиграли драку, они сейчас переломят ход этой битвы, 100%. Еще и Рошан падает для данного коллектива. Ну и сейчас действительно все будет в руках этой команды. Ну а эти нетворсы на 40-й минуте, там, да, вот 4000 перефарм от Гикфэм, это все очень иллюзорно. Да и непонятно вообще, как поступать вот с базой, что делать Гикфам. Они разок зашли, немножко увлеклись там погоней на базу, но это вот был единственный раз, когда они поковыряли терротревышку. Очень тяжело им в этом плане. Но нужен Манки Кинг Бар на Сларке, потому что есть уже у Фантом Лансера бабочка. Нужен нулифайер на ком-то для того, чтобы с Некровцем справляться, чтобы он не мог нажать гошраут, ну, точнее, диспелить гошраут. Это очень важно. Куча всего нужно, и ничего из этого еще нет. Зато Рейдинс на Сен Кинге есть, но как он работает, мы пока не видели. Он уже собрал, да? Да, да, он собрал, собрал еще в прошлой драке. У него он был. Это просто не укладывается как-то у меня в голове, это такое колоссальное замедление темпа, не сказать, что у Сен Кинга все было супер круто, и просто в какой-то момент начал фармливать Рейдинс. То есть вот игра остановилась для него на 10 минут, и вот фармим 7 тысяч. Да, реально, трудность. Действительно. Это сборки, в том, что ты откладываешь все свои слоты на очень долго. Да, да, ты ничего не покупаешь. И насколько эффективен этот Рейдинс на такой минуте, на строковой, когда там у Лансера уже столько всего. Репейр Кит, кстати говоря. Да, причем сразу же уподнял ветра Миракла, и он сдиспелил двойной урон, который почему-то внезапно оказался у команды Нигма, именно в тот момент, когда они пошли пушить базу. Вот Репейр Кит, ну и сбивают вышку. Все равно, время есть, почему бы нет. Тимбер появится через 5 секунд. Руби появится через 11. Миракл к этому моменту вместе с Вихой доковыряют в Тир-3 Тауэр, и все, открыт в доступ к Шрайну Верхнему. В общем, не суть как важно, Рошана не будет в ближайшее время, но тем не менее, вы можете завардить вражеский лес, укрепиться в этом лесу, поставить свои синдрики об серверы, и уже не выпускать туда врага. Ставка, спор, кто погибнет в игре первой? Миракл или Рейвен? Мы говорим про Фотом Ланцера с бабочкой Аегисом Тараской, Манта Стайлом? Ну да. Или Сларком. Сларк. 1-0-5 на 8-50 Сларк. Сларк же еще не погибал, да? 5-0-5 синекой, да? А я вот поверю в... Ну вообще, конечно... Ладно, тут такие слоты у Сларка, действительно, что ему очень много нужно, чтобы убить этого Ланцера, но я буду верить в чудо. Хорошо. Хотя, конечно, пока у Ланцера Аегис, не очень хотелось принимать этот спор. Ну ладно, сам начал, сам поспорил. 23 тысячи Нетворса, кстати, еще. Тоже очень такой важный момент. То есть Сларк единственный герой, который хоть как-то близок к Ланцеру, и то он отстает достаточно существенно на 3 тысячи. И при этом у него еще не те слоты, которые этого Ланцера убивают. Кстати, Хавок Хаммер я видел у Тима Берсо. Это тот случай, когда Хавок Хаммер реально неплох. На тебя бежит Ланцер, ты даешь Верлинг Дест, Хавок Хаммер, и нормально. Вообще, как говорит известный комментатор Роман Каспер-Лепехин, когда у вас такой оверфарм один персонаж в команде, если его убивают, то ваш Нетворс просто делится на 2 весь. У вас будет 25 тысяч, которые 2 минуты будут сидеть в таверне. Если нет вдруг, тем более, байбека. Это очень опасная история. Смотри, что мы проглядели. Иллюзионист Кейп у Фантом Лансера. Это лучший артефакт. Это вообще, где он выбил и когда. Это же важнейшая штука. На фоне этого, все остальное, что есть у кого бы то ни было из нейтральных шмоток, вообще не имеет значения. Это очень сильная вещь. И, наверное, это лучший герой для этой шмотки. Почему Куку не врывается с Эпицентром? Я понимаю, что Сэнд Сторм очень крутой спел. Смотри на члена. Он получил только что эту иллюзию со шмотки. Смотри на него. Он еле живой там уходит. Я прекрасно понимаю, что Сэнд Сторм очень перспективный спел на 43-й минуте против 6-ти слотового Лансера. Но надо уже выбрать позицию и провести драку. Здесь Карл под Спирит Веселом. Сейчас будут его пытаться перехватить. Еще раз Весел. Нет, на его счастье Миракл остался здесь. И Карл, Шекл ловят. Наконец-то есть Лотус у Карла. Но пастоватый это все будет. Он просто перед отправлением под фонтан нажал Лотус Орб. И его не будет очень долго. И все это не потому что таймера. Потому что нет золота на выкуп у этого персонажа. Похоже на похороны на этой карте. Как ни крути. Да, очень тяжело. Без Тим Берсо непонятно, что делать. Вот и наступил тот момент, когда Тим Берсо не просто его убивают, а его слишком легко убивают. Он же никого не пугает, при этом ничего не делает. Цинкинг тоже не страшен. Сларк один не справляется. Вот вам и драфт команды Энигма. Терпели, терпели. Казалось, все у них не очень хорошо. А на деле вот как вышло Рейвен. Рейвену больно. Рейвен привязан с Шеклом. Получается еще стан. Прыгает, нажимает ультимейт. Отхиливается. Но он никого не может убить. Он грызет там Джейдж. Джейдж просто убегает. Рейвен есть блокинг-бар. Рейвен погибает. Рейвен байбекается. В этот момент Цинкинг получает косу. Отправляется в таверну на очень долгое время. Но тут же выкупается. Втроем против пятерых остаются. Рейвен возвращается в драку. Но ноль урона. Шекл. Ку-Ку под смоком. Искал позицию. Откуда бы ворваться. Врывается под базу. Все еще файт от Ку-Ку. Один и тот же. Он становится в песке. И старается за счет песка и Рейденса внести какой-либо урон. Выкапывается поближе к базе. Ку-Ку прожал смок, чтобы выбрать позицию для врыва с эпицентром. Не удается это сделать. Ку-Ку сейчас еще подстопили. То он состыпает у себя на базе. Шикарный шекл. Но этого не хватило. Ну да. Тут Ку-Ку, конечно... Правда, уже ничего не решит. Но мы очень хотим увидеть такой посмертный эпицентр. Престижа. Да, эпицентр престижа. Но не увидим. Пока нет. Ничего. Еще остается нижняя сторона. Можно будет еще побороться. Графики на 15 тысяч скакнули в сторону Радиант. Нигма. Переломили полностью ход этой игры. Нинджи Гер для Сларка. Это надо Сент Кингу, чтобы он все время был в смоке и всегда имел возможность ворваться. Да. Я пытаюсь придумать, что здесь вообще поможет против вот этого. Такое ощущение, что Гикфам нужно очень много времени для того, чтобы... То есть нужно нафармить кучу слотов, чтобы этого лансера убить. Сейчас этот мощный урон уже смешно смотрится. Абадон купил Аганим. Врывается СК. Ну и что? Ну и что? Урон и правда лимитирован. Ничего с этим не поделать. Он никак не скелится. То есть все, он реально ограничен. Нет, ну вот после того, как я увидел эту накидку и то, что она делает, как там... Там все иллюзии стали мощнее после этого. Еще появилась одна дополнительная, которая просто вбегает в лицо суппорту и уничтожает его, потому что на ней прекрасно работают все пассивки, она начинает размножаться. Это прям удар ниже пояса, можно сказать, был в исполнении Нигмы. И вроде бы, знаешь, можно рассчитывать, что игра затянется, но здесь такие перспективы, что лансер еще и, скорее всего, первый получит тридцатый. А лансер, который получит тридцатый, ну это все, это точно конец. Тут я не очень понимаю, почему она вообще может затянуться. Я стараюсь верить в интригу еще в этом матче, но я не понимаю, чем Гейкфэм будут затягивать эту игру. Ключевое слово было «если», но действительно она не должна затянуться. Здесь Нигма просто пойдут и с этим лансером под Сулар Крестом... Уже которую карту подряд мы видим, как команду Нигма крайне трудно сломить. И в рамках каждой карты, и, конечно же, в рамках глобального турнира. Они отдают early game, и их это вообще никак не волнует. Реально, план на то, чтобы Миракл разфармил, а мы поможем ему, он супер действует. Его просто не в состоянии пробить ни Шиевой, ничем. Тимберсо один не пробивает, нужен еще кто-то. Еще и набрасывают лотусы, чтобы по нему не был выдан EU, и не сдиспелили никаким образом дабл дэмэдж. Он в итоге здесь 25 секунд с двойным уроном, никто ничего не может сделать. Миракл уходит в доппельгангер. Куку все еще выбирает позицию, как бы атаковать. Но нет, он просто стоит в песке. Он стоит и спит в песке. Все, что он делает, он дает песок и рейдинс. Не позволяют ничего сделать бедному Куку. Куку сейчас погибнет без выкупа. Не увидимый эпицентр на этой карте. В другой ситуации, и как-нибудь в другом, возможно, турнире. Потому что нечастый гость Сейн Кинг душат уже за бараками своих оппонентов Нигма. Последняя сторона сыпется. Миракл избивает команду Гикфэм за бараками. В это время его тиммейты ломают их. Третья сторона сейчас пойдет. Это будут мега-крепы. Драться надо будет без СК, если вы вообще будете способны на нее. Вика. Привязка по Ревену неудачная. Просто выигрывает время, чтобы ломать Т4. ГГ. Гикфэм абсолютно беззубо последние 20 минут. Гикфэм сдаются. Браво, команда Нигма. С добрым утром. Я бы сказал, что все-таки здесь по итогам мы увидели, что драфт Нигмы на вот этих минутах он слишком сильный. Причем, опять же, возвращаясь к игре, тяжело представить, как бы могли Гикфэм за счет своих героев сломать базу.